Приветики, дорогие мои, приходите, присаживайтесь. Мы подумали, что в этом мире сейчас очень сильно не хватает уюта, тепла и комфорта. И поэтому мы вернулись на нашу теплую и комфортную кухоньку. Самое главное, наверное, что стоит рассказать из наших внутриков, и то, что сейчас обсуждают абсолютно все блогеры, кто сидит на ютубе, так это то, что ютуб отказал вам в монетизации. Мы всем, и все, пиздец, денег больше не будет, и так далее. И нам очень было забавно читать комментарии ваши под предыдущим новостным выпуском, где я там говорю, мы там обсуждали про пиратский контент, и про то, что нужно было платить за контент, вот эти все приколы. Че опять пикнуло, блядь? И нам очень забавно было читать ваши комментарии под прошлым новостным выпуском, где вы такие, что это Стас еще не знает, что ютуб уже отобрал монетизацию. Мы там обсуждали про пиратский контент, что если бы нам ютуб не платил, мы бы тут все не сидели, там вот эта вся фигня. Так вот, мне, конечно, как автору очень сильно приятно, что вы такие там, типа, вот, что же мы без вас будем делать-то, а нихуя вы без нас делать не будете, потому что мы никуда не денемся. Такой прикол. У нас финансовая модель продакшна выстроена таким образом, что в целом, если мы даже потеряем монетизацию насовсем, если ее не будет вот как явление на протяжении года, двух, трех, четырех, похер, мы все равно будем продолжать выпускать материал в том объеме, в котором мы его выпускаем. Да, понятно, что авторы, кто существует на площадке и кто существует вот только за счет ютуба, например, и только за счет рекламы, которую он там внутрь ставит, и только за счет монетизации, которую мы выплачиваем ютуб. Вот этим людям можно сейчас довольно сильно погрустнеть, потому что команду будет содержать сложнее. А в нашем случае не стоит забывать, что у меня есть два параллельных бизнеса, и если что, вдруг они на себя совершенно спокойно берут траты продакшна, его кормят, содержат без каких-либо проблем. Единственное, о чем стоит напрягаться, это если вдруг ютуб закроют, и это сейчас все в панике обсуждают, и постоянно такие, о, а, блядь, сейчас позакрывают все соцсети, поэтому вот наш телеграм-канал, срочно туда подписывайтесь. Что мы с вами там делать будем, мы не знаем, но просто, чтобы хоть какой-то коннект у нас остался, вот там телеграм, вот Яндекс.Дзен, вот, блядь, почта гугловская, куда-нибудь хотя бы напишите, перейдите, подпишитесь, там хоть что-нибудь, потому что сейчас все потеряем, аааа! И примерно вот в такой ситуации сейчас находится весь блогинг. Мы сидим спокойно, дышим ровно, за финансы мы можем не переживать, мы прикрыты, мы все выводы еще в пандемию успели сделать. О том, как стоит распоряжаться своими финансами, и каким образом мне лично, как руководителю, нужно все выстраивать так, чтобы оно все не схлопнулось при какой-нибудь жопе. В любом случае, что бы ни произошло со всеми соцсетями, так или иначе люди привыкли какое-то количество времени тратить на потребление контента в соцсетях, и даже если все нахуй позакрывается, Потребность-то в этом контенте все равно останется И потребность куда-то тратить свое время Или зачем-то наблюдать, или что-то узнавать Все равно у людей останется И довольно быстро какая-нибудь площадка метнется И что-нибудь по этому поводу сообразит А мы уже туда прибежим первыми, потому что, типа, будем готовы Поэтому за нас можете вообще не переживать Никуда вы от нас не денетесь Мы вас везде найдем и везде вам все расскажем И картовые истории свои покажем Это первое Второе, несмотря на то, что сейчас на рынке Довольно странное и веселое время Каким-то образом Автопрагмат умудряется все еще Искать автомобили Понятно, что сейчас на рынке очень сильный перекос Спроса, предложения, еще непонятно, что с ценами Непонятно, кто еще что-то продает Кто-то что-то покупает Вот, все, вот такое Примерно как в марте перед пандемией И удивление в том, что мы умудряемся находить Автомобили за относительно адекватные деньги Ну, адекватные текущего рынка Довольно быстро бывают контракты, которые мы выполняем За день, за два, за три Человек просто звонит на панике, что срочно нужно вот это Вот за столько-то денег И мы такие, да, пожалуйста Вот в течение двух дней Вот вам, пожалуйста, машина Поэтому, если вы хотите в данный момент Сейчас купить автомобиль с пробегом То не забывайте, что в первую очередь Вам нужно позвонить в Автопрагмат И просто элементарно проконсультироваться Там ребята вам скажут По рынку, что происходит Что сколько стоит Что разумно покупать Что неразумно покупать Стоит ли в данный момент что-то покупать Или стоит подождать И так далее по списку Поэтому не стесняйтесь нами пользоваться Консультируем бесплатно Как и всегда Работаем, ждем вас И очень сильно любим своих клиентов И самое важное Из нашего внутреннего Что я наконец-то начал писать сценарий Не документалки еще пока А ролика на основной канал Потому что я, начиная вот Со всего этого военного конфликта Перестал писать Вот начиная там с 24-го числа Просто такой сидел и Воооо, бля Несмотря на то, что я в тележнику Либо в инстаграм Выкладывал постоянно какие-нибудь Словоподдержки Либо какие-то такие штуки Все равно сам тоже Я же человек У меня тоже есть эмоции Я тоже охуеваю сижу И если у меня сил на то Чтобы вести второй канал Чтобы сниматься для основного канала И чтобы там писать вам Поддерживающие посты в тележнику У меня хватало То вот сил Каких-то ментальных Писать сценарий Новый у меня не было Вот вообще И я прям сидел такой Пытался себя давить Наверное Ну По минуте текста в день По две минуты текста в день Хотя мой средний темп Это где-то 15-18 минут в день Ты с утра проснулся И вынь да положь 18 минут текста написать Это просто вот Ну типа как утренняя зарядка у меня Такая блять Часа на 4 На 5 Зарядочка То сейчас я мог Спокойно просидеть целый день Написав буквально один абзац И потом на следующий день Его перечитав Выкинув его нахуй Просто потому что Это типа Не то что нужно Но я нашел Каким образом Наебать себе голову И наебать свой мозг Чтобы он спокойно Нормально начал работать И за два дня Написал 35 минут текста Который пойдет на основной канал И вот как раз В этом ролике Который я написал Я в том числе и расскажу Каким образом Можно наебать себе голову Чтобы оставаться продуктивным Даже в самое непонятное И кривое время Поэтому можете себе Ставить напоминалочку На 14 число Вот где-то в том районе У нас должен быть Выйти ролик на основе И там будет Определенно точно Много интересных мыслей По поводу для вас Вот А на этом Давайте к новостям В Москве Автозак с задержанными Попал в ДТП И перевернулся С учетом того Что никто серьезно В аварии не пострадал Просто Росгвардейцы Устроили прикольный Аттракцион ребятам А во-вторых Нифига удивительно Потому что автозак Это точно такое же Транспортное средство Как и все остальное Просто со своими Уникальными Правилами и методами Проезда в нем И никто не застрахован От того Что вы там можете Перевернуться Разбиться Разложиться И как угодно Просто потому что Это точно такое же Транспортное средство И все что нужно знать По поводу автозака Это по возможности Не остановиться его пассажиром Хонда займется Производством Электромобилей Сони Сони последние два года Что-то там везде Пыталось ковырять Они не понимали сами То ли мы хотим Сделать электромобиль То ли мы хотим Сделать какую-нибудь Свою систему И потом продавать Ее другим автопроизводителям То ли мы хотим С кем-то заколабиться И так далее И рядом еще по дороге Валялась Хонда Которая просто такая А мы нихуя не сделали Все что-то как-то делают А мы не делаем Наверное надо бы Делать Вот вам Хонда Е Хуй знает Мы сами в шоке От того что оно такое Блять Ну Наверное вот должно продаться Вы же вот это от нас хотите И вот ребята Сейчас вдвоем объединились И теперь вдвоем Не понимают Что происходит И куда надо двигаться Но документик уже о том Что типа Жмем вашу руку Составили Видел же такое Хонда Е Ну она няшечка вообще Ну прикольная Ну я ее вжую в Москве видел Не Это прикольный аксессуар Это не машина точно Это именно прикольный Вот ну типа Аксессуар по городу Это как в Фиат 500 По-моему Ну такого Да 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 И там запас ходу Еще 100 километров Там типа какой-то вообще Такой ну супер смешной И сама по себе Она супер смешная Как бы выглядит красиво Вопросов ноль Но вот Как бы садиться и ехать Не это не полноценная Это игрушка скорее такая Да Формула-1 Вообще отовсюду Исключать просто отовсюду И условно говоря Если мы думали Что вот выступать на Олимпиаде Без флага гимна Это как-то немножечко Унизительно То теперь вообще Выступать нигде не будем Надо понимать Что до этого был контракт С организатором С Формулой-1 До 25-го года По-моему Что должна была состояться Гран-при в 22-м году В Сочи Последний На Сочи автодроме А потом 23-24-25-й год Должны были состояться В Питере На Егоре Драйв И Егору Драйв Сейчас как бы Под Формулу-1 Дотачивали Это изначально Автодром Который создавался Под категорию Формулу-1 Но его изначально Немножечко кривато построили Поэтому его сейчас Там немножко Реставрируют Переделывают Но уже как бы Можно и не переживать Потому что Формулу-1 В нашей стране мы не увидим Хас официально вышел С заявлением Что все Мы отказываемся От титульного спонсорства Урал-Калия И вместе с ним Разрываем контракт С Никитой Мазепиным С российским пилотом Который там уже вот В 21 году Весь сезон отъездил И должен был ехать В 22 год Конечно очень жалко Чисто по-человечески Потому что ну как бы Когда ты там Всю жизнь тренируешься И растешь на то Чтобы стать гонщиком Формулы-1 И потом вот Как-то в тот момент У тебя получается Стать пилотом Получается прикататься У Хаса вроде бы Появляется машина Которая может Хоть как-то плюс-минус Конкурентно в этом году поехать В этот момент Разрывается контракт Просто потому что Типа ты вот Из неправильной страны Это довольно грустно Но при этом Хас это Самая ржачная ржомба Которая существовала Вот в Формуле-1 До текущего момента В 21 году Просто потому что Хас Именно как команда Это вот прям Америкос-америкосский Это команда Наскара Вообще изначально Типа Самая известная Самая титулованная Это вот прям Мадридский реал Наскара Из того мира Супер известная Американская команда И так как у них Не было денег Чтобы окупать Своё участие В Формуле-1 Они искали спонсора И не нашли никого Кроме как вот Уралкалий И если ты выкупаешь прикол Что такое Хас То смотреть на расцветку Автомобиля Хас Который весь В российском флаге Это ржак ржачное Потому что Нет ничего более Американского Чем Хас В целом Как явление И мне было очень смешно Смотреть на расцветку машины В российском флаге Ну и плюс Что там Никита Мазепин Такой типа Хас И у него МГУ Логотип Типа вот это всё Было очень прикольно Но теперь к сожалению Тоже не будет Довольно грустно Что ребята Вот прям так Бесчеловечно И бесцеремонно Поступают И просто выставляют Заявление Что типа Мы разрываем контракт Со спонсорством Мы разрываем контракт С Никитой Мазепином Без каких-либо Историй Что типа там Спасибо за годы Сотрудничества И так далее Потому что нужно понимать Что текущая машина Хас построена Полностью на деньги Уралкалия В целом У них другого спонсорства Как такового и не было Ну насколько я помню У них сейчас Миг Шумахер Второй пилот Да И он пришёл с банком Немецким Да Только там Участие Уралкалия В пропорциях Относительно банка Супер большое Раз у них расцветка Российская То Уралкалии Наверное Обошляют больше всех Там Ну там команда Полностью В принципе Жила за счёт Уралкалия Сейчас они вот Без какого-либо Спонсорства Как такового Их скорее всего Выкупят Потому что там Есть ребята Которые хотят Купить Формулу-1 Команду какую-нибудь Точнее принять счастье Но есть ограничение Что всего команда Должна быть 10 Поэтому Хас сейчас Скорее всего Просто либо развалится Как коллектив Либо его просто выкупят Но очень грустно Что они просто такие Типа Бля, разорвано Идите нахуй Как будто бы до этого Типа Двух лет сотрудничества Не было Посмотрел что такое болид? Да, это метеор Ну вот Это хвост от кометы Типа вот эта вот штука Называется болидом А к автомобилям Это просто Приклеили журналисты Просто кто-то Начал говорить Называть автомобили болидами Чисто вот Ну как бы Видимо по аналогии С английскими словами Которые значат Немного другое Ну и за столько лет Разве слово Не обросло Этим значением? Ну Когда Говоришь Профессиональным гонщикам Слово болид Они начинают ругаться Прям сильно Потому что Это машина Это не болид Ну то же что Синонимов Слово гоночный Автомобиль Не так много Ну как бы Слово ракета Больше подходит Чем болид Так-то Ну вообще В целом Это машина Ну типа вот Автомобиль Меня впадоки Постоянно бьют за это То есть как только я Где-то там Чего-то на кого-нибудь Как только открываю рот И говорю слово болид Мне тут же В харю пихают Что типа Бля Я ни в коем случае Это машина На российском рынке Останутся корейские И китайские Автопроизводители И это очень важная Интересная новость Потому что Как-то так вот Мимолетом Все это дело прошло В общей прессе Хёнде Киа Который вот у нас Собственно Хёнде Киа Всем известный И понятный Это же корейская компания Корейская компания Все большие Южнокорейские компании Очень плотно Сотрудничают с США И по сути Так как Южная Корея Это можно сказать Протекторат США Такой же как и Япония Без Какого-то Одобрения От папочки Больших решений Во всех больших Компаниях Не принимается И корейцы Через США Продавили такую историю Что Вы там конечно Санкции накладываете Большой кучей На все вподряд Но вот На мобильные телефоны И автомобили Пожалуйста не надо Потому что нам тут Как бы рынок сбыта Пустой стоит И нам как бы надо Там У нас там заводы еще Не забывайте Мы тут много денег зарабатываем Поэтому Как бы вы там Что угодно Там себе обвешивайте Как угодно Но нам в лазейку Торговать оставляйте Пожалуйста Потому что мы точно Будем здесь работать И это одна из новостей Очень важная Нужно заметить Которые мы Мы с вами потихоньку По крупицам Будем потом вытаскивать Я их точно буду вытаскивать И вам на свет показывать Потому что Вот сейчас есть Огромный вой По поводу того Что эти остановили Производство Эти закрыли Там завод Эти закрыли Магазины И бла-бла-бла По списку Абсолютно все Иностранные компании Сейчас приостанавливают Все что только можно Приостановить Берут холты Такие типа Все В России не работаем Стоим боимся Мы правда Офисы снимаем Сотрудников не увольняем Склады не распродаем Производство тоже Мы с ними нихуя не делаем У нас все активы остаются Мы просто такие Типа Ну не-не-не В России мы не работаем Нет ни в коем случае И вот Новость о том Что типа Рестор закрылся И больше не работает Облетела всех На то что он На следующий день Открылся И нормальная работа Иди покупай Там все есть Блядь В наличии Иди купи Хочешь айфонов Купи 10 штук Иди пожалуйста 240 тысяч всего лишь Хуйня вопрос Похуй Можно купить Можно И вот новость о том Что Рестор снова открылся Что-то как-то по интернету Не полетело А просто потому что Люди обсуждают говно Это нормально И вот смотрите С точки зрения Больших автомобильных компаний У нас все равно Есть рынок сбыта У нас есть Какое-то количество людей 140 миллионов Если быть точным Которым В любом случае Нужны будут автомобили Большое количество Автомобильных компаний У нас на рынке Существует давно И какое-то количество Из них Опять же Существует у нас Настолько уверенно И мы настолько важны Как рынок сбыта Что они у нас ставят Завод Производство моторов Бла-бла-бла Из иностранных компаний У нас собираются Хёнде Киа Фольксваген Пежо Ситроен Митсубиси Тойота Мазда ПМВ Мерседесы И может быть Чё-то Чё-то Я ещё забыл Но так или иначе У нас большое количество Автомобильных компаний Иностранных Производится Внутри страны И это инвестиции Закопанные В производство Это инвестиции В аренду земли Тра-ля-ля И так далее По списку Это инвестиции В склады В запчасти В логистические цепочки И вот это всё Существует И грубо говоря Вот условный Фольксваген Будет абсолютно Конченным Дебилом Если просто Встанет и уйдёт И отдаст Вот тот рынок сбыта Который есть сейчас У Фольксвагена Ну там типа Куда сбываются Полики, Рапиды Короки И вот эти все аудитории И просто отдаст Эту аудиторию корейцам Которые у нас Никуда не уходят Ведь все автомобильные Компании между собой Конкурируют Дерутся за клиента Отжимают там Друг друга Внутри сегментов Что вот ну там Типа кровавый сегмент Б Кровавый сегмент Компактных кроссоверов Вот эти все приколы И ты как бы Много лет тут работал Зарабатывал репутацию И потом ты просто Встанешь, выйдешь И отдашь это конкуренту Нет конечно Абсолютно все Автомобильные компании Понимают Что сейчас Если просто ну Кто-то вот На том что съехал Кукухой Встанет и выйдет Рынок сбыта-то останется Можно будет Этот кусок пирога Оторвать себе И корейцы тут стоят В первую очередь Такие типа Извините Извините Мы Санкции на нас Водить не надо Да Россия очень плохо Россия ужасно Бля ебать Медведи эти Вообще охуевшие Но у нас там заводики И при том завод у Хендеки А просто ебать Какая бледота огромная Которая выпускает По тысяче автомобилей В сутки Вот в данный момент Работает до сих пор И там ебать Как много денег У концерна закопано Поэтому никто Никуда уходить Просто так не будет Тот же самый БМВ Например Не зря тут с 99-го года Собирает свои автомобили Так напоминаю вам Что если что На автоторе производства БМВ стоит с 99-го года И они уже 23 года Собираются у нас Внутри страны И сейчас есть такая Внутриковая информация Там среди Менеджмента БМВ Что типа Они встанут только В том случае Если им прям напрямую Правительство Германии Скажет что Вот вы конкретно Встали и вышли Только при таком раскладе Ну и то У любого бизнеса Будет логичный вопрос А за чей счет банкет Потому что Ну типа Мы же понесем убытки Компания частная Понесем убытки Нам ваша политика Ехала болела Нам нужно деньги зарабатывать У нас прямые расходы Которые мы понесем В случае того Что мы уйдем из страны Кто нам это будет компенсировать И никакое государство Просто так За свою политическую игру Типа конечно же Большое количество денег Компаниям частным Платить не будет Поэтому вот такие новости Точно будут потихоньку появляться Но скорее всего Они не будут иметь Должных охватов Просто потому что Типа это обсуждать Неинтересно Намного интереснее Обсудить что Вот кто там Прекратил производство Как все плохо Мы сейчас все сдохнем Точно Машин больше не будет Никогда и никаких А вот такую новость Что кто-то там Потихоньку там Себе пытается Уже отжать поляну Чтобы приготовиться К броску Потому что сейчас Есть потенциально Большие углы на рынке Которые могут освободиться И где появится аудитория Которая стоит с деньгами И такая типа А что купить Тут радостно Тут же подбегут корейцы Деньги заберут Отдадут машину И убегут дальше И никто про это Громко говорить не будет Просто потому что Это конкурентное преимущество И таким образом Сейчас Каждая компания Поверьте Любой большой автопроизводитель Просто мечтает Очень тихо Получить такое Конкурентное преимущество Что конкуренты Сами собой поубиваются Сейчас А им останется Голый рынок сбыта И естественно Сейчас будет Какой-то передел Объемы продаж И пропорции брендов В течение пары лет Следующих Сильно поменяются И кто успеет Из этого кризиса Получить выгоду И отжать часть рынка Отжать большую аудиторию Тот потом будет сидеть На коне Следующие лет 7-8 до следующего кризиса Потому что напоминаю Мы живем в рыночной экономике А в рыночной экономике Так бывает Что случаются кризисы Не только по случаю Что кто-то там На кого-то нападает Или кто-то там В кого-то стреляет А просто так Само собой На ровном месте Тоже может все нехило наебнуться И кстати говоря Всем людям Кто сейчас обсуждает Что вот фондовый рынок России упал на пол И лежит там Погибает Он да Он упал на пол И лежит погибает Дорогой фондовый рынок Ты был нам близок Был интересен Покойся с миром Дорогой товарищ Но если посмотреть Внимательно на Стоимость зарубежных компаний Которые вообще Не при делах Которые просто себе Сидят в какой-нибудь Швеции например Работают Но у них тоже С акциями все плохо Просто потому что От текущего кризиса Хуево будет всем Ну кроме наверное Китая Которые тоже В том числе Сидит и ждет Чтобы кто-нибудь Сейчас подсвалил С нашего рынка Чтоб они быстрее Бегом-бегом Пришли и уселись Там со своими автомобилями Представлен Рамный внедорожник Форд Эверест Нового поколения Ну вот на что на что А на это точно поебать Лучшие времена настали Тесла хочет в 4 раза Увеличить мощность Производства в Китае Мало того Что у Теслы Существует завод в Китае На котором они Строят большое количество Автомобилей И отправляют По всей Европе Ребята хотят Мало того что Увеличить этот завод Так еще и рядом Построить еще один Потому что потенциально Всем сейчас срочно Нужно будет Очень-очень много Тесел Потому что понятно Что у нас глобальная Электрификация Всего подряд У нас понятно Развитие инфраструктуры И потенциально большой рынок Нужно развиваться Вот это все Плюс опять же Несмотря на Очень большую Напряженность В отношениях США и Китая Несмотря на Напряженность В том числе и к Тесле Потому что Какое-то время назад В инфополе ходили Заголовки Что китайское правительство Очень сильно напрягалось По поводу того Что в Тесле Установлено очень много Видеокамер Они постоянно все вокруг Снимают и отправляют Данные в США И это может быть Блядь шпионская Какая-то хуйня Нам это не нравится Уберите это Пожалуйста Куда-нибудь подальше И несмотря на Торговую блокаду США и с Китаем Они там постоянно Срутся и выясняют Кто кому что не будет Поставлять и кто у кого Ничего не будет не закупать Даже несмотря на Весь этот геморрой Тесла понимает Что с Китаем На самом деле Договориться сильно проще Чем с Европой Потому что Вот в Германии Они строят завод Уже два года Три Но по-моему Года два Они уже там точно строят И там то блядь зеленые То экологи То какую-то гусеницу Задавили То какую-то ящерицу Переехали Все по этому поводу Очень сильно переживают Плюс еще очень Злоебучая Длинная И непонятная Европейская бюрократия Которая просто Не дает тебе нормально Запустить производство Все это вместе Вроде бы блядь На ровном месте Приходи и строй Вроде бы Занимаешься святой экологией Святыми электромобилями Весь такой замечательный Весь такой в современной повестке Но прийти блядь Заработать денег не дают А Китай пожалуйста Да Жесткий Да Не всегда дружелюбный Но если ты нормальный человек Приходи пожалуйста Занимайся бизнесом Вот тебе документы Вот тебе пожалуйста Работай Приноси пользу И именно поэтому Мне так кажется Тесла и будет дальше Развивать свои производства В Китае Завод в Германии Само собой они достроят Потому что уже Блядь ввязались Он уже стоит готовый Просто нужно подписать Пару бумажек Сделать штамп И пошло в производство Но уже блядь год Как не дают им запустить завод И я думаю что после Такого опыта Полученного взаимодействия С Европой Тесла будет лучше работать Над своими логистическими цепочками Чтобы быстрее и дешевле Доставлять автомобили А сборочные линии По старинке Будет концентрировать В Азии Потому что в Азии Все и собирать Проще И на экологию Там всем похуй Высокий лидер Сильный волос Вторая миска рис Кошка-жена Почему кошка-жена? Кошка-жена Типа созвучено у них там? Не в смысле Девка из-за немец Кошачьей мужской Кошка-жена А Неку герл Неку тян Я понял А это Слушай Сейчас в Европе Сильно выросли Цены на топливо Очень сильно Мне писало Несли-ка европейцев Такие Ну какого хуя у нас Топливо в два раза подорожало? Ты не думаешь Это только подстегнет Электромобилизация? Еще больше народу захочет А электричество Думаешь не подорожает? Погоди А ты в курсе Что очень большая часть Мы же в предыдущих Новостях обсуждали Про никель и кобальт Который поставляется Из России В том числе В большом объеме Думаешь Что на литий-ионные аккумуляторы Сейчас цена не поднимется? Ну Россия еще Эти ограничения не вела А какая разница Ты посмотри Посмотри на фьючерс Фьючерс уже дороже Цена уже дороже Сильно Уже очень сильно Подрос алюминий Потому что алюминий Тоже одна из Больших и важных Статей экспорта Из России Уже подросла сталь Подросло примерно все Плюс-минус километр Сейчас как бы От текущей ситуации Электромобили Точно не выиграют Точно не выиграют Потому что Ровно точно так же Насколько и топливо Станет дороже Так и все остальное Для электромобилей Тоже станет дороже Если сейчас еще и в Конго Какая-нибудь революция ебнет То вообще все Можно все планы По электромобилизации Хранить смело Мне так кажется Потому что одна Австралия И Чили Не вытянет на поставках Просто ну физически Не хватит Плюс опять же Во Франции сейчас Закрыли АЭС Или в Германии Закрыли АЭС Которая стоит по сути На территории Бельгии Там Видел этот мемас Да Ахуй предстоит глобальный Везде И точно сейчас везде Будут переделываться Все сферы влияния И планы на будущее И так далее Мне кажется Что будет По итогу Плюс-минус что-то Что было Вот когда был Топливный кризис Семидесятых И кризис перепроизводства Оно там было рядом И после этого Очень сильно Поменялось В мире в целом Все взаимоотношения Больших государств Цепочки поставок И прочее Сейчас даже просто Судя по тому темпу Экономического роста Который был у Штатов И у Европы Последние 15 лет Есть ощущение Что должно было ебануть Даже если бы Не случилось бы Военного конфликта В целом Экономика уже подходила К тому что Типа сейчас Где-то вот плюс-минус Должен был быть Какой-то сильный кризис И сейчас просто Одно на другое Еще и на коронавирус Но все вподряд Я думаю Сейчас типа Все кубы полетит И это очень классное И замечательное время Потому что Будет время возможностей И мир сейчас будет Весь переделываться полностью И вместо там Каких-то больших Крупных компаний Которые развалятся Определенно точно Кто-то не выживет Факт Появится много других Как и в любой кризис Собственно и происходит И самое важное В этот момент Типа не сидеть С постным еблетом Что типа Ой, блядь Как же Как же нам жить-то дальше А она сидит Думает, что делать Потому что В такие моменты Как раз-таки Будущее формируется Но это я понимаю Поэтому мне вот Интересен был Твой прогноз По электромобилям Во-первых Уже Германия вышла С тем, что типа А что это мы Бензин так быстро запрещаем Мост-то потихоньку Включается Потому что Как бы одно дело Очень легко быстро И все нахуй Поотменять И придумать себе Светло-электрическое будущее Что сейчас мы-то бля Панели наставим И все в космос улетим Но как бы Реальность это реальность Ну я думаю Что ребята просто Уже потихоньку Там писюк носу-то прикинули Посчитали И посмотрели Что типа Не, без вариантов Точно запрет на ДВС Который вот сейчас Там все странно Выдвигали Что с 30-го С 35-го года Мы там сейчас Все позапрещаем Все это передвинут 10 раз нахуй Куда подальше А то и вовсе отменят Еще прикинь Сколько всякого говна Прикольного до 30-го года Случится Не знаю Мне кажется Они пока не решают Вопрос с грузовым Транспортом Ничего не двинется Так а что грузовой транспорт У тебя Грузовой транспорт У тебя Суда У тебя самолеты У тебя Космическая промышленность У тебя транспорт Всей Электроэнергии По всем По всему континенту У тебя Выработка Электроэнергии Военная Строительная техника Военные Это вообще Отдельная история Типа военные Вообще клали хуй На просто Любые экологические нормы И на любую Экологическую хуйню Там только Попробуй рот открыть Тебе сразу Пушку от танка В рот засунут Все нормально Типа Сиди не в ее бойся Прикуришь Адмиралом Кузнецовым Ну я лично Ржу сейчас Тех людей Кто такие Типа Во-первых Строят какие-то Очень длиннющие планы Типа там Что на 15 лет Вперед Мы точно знаем Что будет Бля Как нехуй Во-вторых Мне с другой стороны Очень забавно Наблюдать Над всеми Кто сейчас Такие Бля Точно пиздец Будет В ближайшие 5 лет О нихуя святого Конкретно В данный момент Ситуация Неопределенности Как и в любом кризисе Всегда бывает Пиковая ситуация Неопределенности Когда вот вообще Нихуя не понятно И из этой точки Ну как бы Самое Наверное Достоверное Что ты можешь делать Это гадать На кофейной гуще Потому что Вот там Ну как бы Все сейчас прогнозы Всех аналитиков Всего-всего Это примерно Вот такая история Ну да Ну вот Я и просил Тебя погадать Мне показалось Что это возможность Для электромобилей Ты считаешь Что это наоборот Это продлить жизнь Бензиновую машину Конечно Потому что И так Все прогнозы Перехода на электромобили Оно было Супер позитивное В том плане Что типа Они думают Все ожидают Что это очень быстро Случится А 15 лет Это примерно Нихуя Для такой глобальной истории Во-вторых Ну видимо Все рассчитывали Что вот Никаких кризисов И жоп не будет А экономика Так не работает Оно в любом случае Будет происходить Постоянно И я думаю В условиях Когда Типа У тебя трещит По швам экономика Когда элементарно Становится Очень дорого жить А дорого жить Останет всем Примерно И Европе Тоже в первую очередь Потому что там Как бы и так Счет на электроэнергию Ебануться какой большой Когда Допустим Приезжаешь в Европу Из России Ты очень сильно Удивляешься тому Что там Все прям люто Переживают За то Выключил ли ты свет Выключил ли ты кондей Ни в коем случае Нельзя оставлять кондиционер Вот когда Допустим Ты там Не в номере в гостинице Или не в доме Типа Тебя прям Постоянно просят Типа Пожалуйста Когда вы выходите Выключайте все Потому что Это очень дорого нам И вот в такой ситуации Когда будет все Сильно дорожать Вопрос Что там Экология Там вот эти Активисты И прочее Их там просто Ну типа В какой-то момент Тупо перестанут слушать Потому что Ну тупо жрать Надо будет И как-то жить А вы С своими зелеными Плакатами Идите Блять На холоде Постойте Автоваз Без французов Может производить Только две модели В интернете Сейчас куча статей И куча слухов Полу того Что вот У нас же Автоваз Это как бы Рено-Ниссан Там во-первых Менеджмент Французский Во-вторых Все модели Современного Автоваза Не полностью Локализованы На сто процентов Там например Вот электрика Бош Которую берешь В руки Ебош И вот ее Нам прекратили Поставлять Без сроков Возможного Возобновления Поставок Плюс там еще Есть куча хитрых Компонентов И прочее Прочее Вот если вот Представить Что этого всего У нас уже не будет Нет совсем Все Не завезут больше Нихуя То у нас останется Только квадратная Нива И лада Нива Тревел Все Больше Ничего у нас Не останется Ни совести Ни души Ни автомобилей Хотя квадратная Нива Это состояние души А не автомобилей Это нужно понимать И естественно Конечно же Нужно понимать Что французы Как бизнесмены Такие долбоебы Что вот они У них четвертый концерн В мире Они конечно же Просто там Случайно оказались На этом месте Не из-за своих мозгов И правильного Построения бизнес процессов А просто ну Повезло чувакам А не не четвертые Они пятые Извините И конечно же Они такие Ну у них тут есть Огромное предприятие Которое им Приносит несколько сотен Миллионов евро Чистой прибыли в год И они такие Да нахуй надо-то Мы продаем-то там Всего лишь Какие-то жалкие 350 тысяч автомобилей Господи Это ж блять Вообще не стоит Этот вопрос Даже не стоит Какого-то обсуждения Нам вот два провода Поставить не могут Поэтому конечно же Мы это дело Закрываем Нахуй Примерно вот такой логикой Пользуются ребята Которые пишут Подобные статьи А большой бизнес Конечно же устроен Немножечко по-другому И в любом случае Какое-то решение Найдется От Лады Гранты От Лады Весты Вы никуда нахуй В этой жизни Не денетесь А на этом В этом выпуске У меня Все Пойду я Что-нибудь подел Девять вечера Вот у меня Есть три часа Выходного дня Что-нибудь Сейчас буду делать Буду отдыхать У-у-у Прям На все бабки Сейчас как вот Сяду на диван туда Как отдохну Сам охуею Че бы такого Сказать то Позитивного На тележнику Подписывайтесь Тележника милая Я даже Подумать не мог Что за буквально Неделю Мы там В Телеге Организуем 50 тысяч человек Где точно самые милые комментарии на свете. Во-первых, их там дохуища для телеги. То есть мы просто... Мы ебем статистику телеграма в целом. Я не видел нигде, чтобы, условно говоря, ты выкидываешь голосовое сообщение в телеграм, чтобы у каких-нибудь блогеров, которые сидят на ютубе, они в телегу, допустим, кидают сообщение. И у тебя под этим сообщением 2500 комментариев и что-то около 7000 реакций на сообщения. И плюс мы там вчера я там выкинул фоточку, и под этой фоточкой 5100 комментариев, просто потому что чат решил, что такие хуярим комментарии. Давайте до пятера добьем. И добили, блядь, за ночь. Без оскорблений, без ругательств, без посылания друг друга нахуй, без политики и без военного конфликта. И без конфликтов в чате в целом. Охуеть, охуеть. Вот такую тележеньку мы создали. Если вы придете к нам туда в тележеньку и начнете там кого-то хуесосить, лично за баню. Нахуй. Потому что там у нас островок милоты, спокойствия, любви и душевного умиротворения. Баню всех я, кстати. Вот этим пальцем. Не, вот этим пижу. Я такой тык-тык-тык-тык пошел нахуй. Потому что у нас там только доброта. Большой стат следит за вами. Да, я все комменты там читаю. Ну 5000, конечно, я охуел читать, но... Ну 1000-то прочитал, наверное. И также в конце, хоть с небольшим опозданием, но все-таки поздравляем наши 3% женской аудитории с прошедшим праздником. Вам отдельный премиальный поцелуйчик. И всем остальным тоже поцелуйчик в конце. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok